мне пришло сообщение о том что у меня есть видео рецепт привет сегодня мы с вами будем готовить мне так кажется что очень даже стильненько идеальный гарнир для мяса вот такой классный салат такого монтажа еще не было что-то делать надо что-то делать что-то делать надо выпить друзья всем привет айс кофе это единственное что сейчас спасает в реге 27 градусов жары в тени это значит что на солнце все 48 вообще климат у нас такое когда высокая температура вот эти 27 это уже не знаю как на юге 45 мне кажется очень сухо и влажно мне кажется нет наоборот влажно вот ну айс кофе да спасает еду на шопинг потому что это единственная легенькая свеженькая платьишко которая у меня есть хочется что-нибудь еще и прятаться я буду в торговом центре от этой я заговариваюсь до торговом центре от этой жары сегодня в локах у нас кулинарный что будем готовить будем готовить горячий салат или теплый салат из баклажан на вечер на ужин будет в самый раз потому что что-то тяжелое есть просто невозможно но и как гарнир мясу каким-нибудь другим блюдом это тоже все отлично подходит поэтому смотрим еще вечером планируем реставрировать бабушкину картину кто смотрел прошлый влог знает кто не смотрел смотрите подписывайтесь если вам понравится вот и погнали в этот новый в новую историю оба уже здесь можно жить прохладненько хорошо мне кажется сейчас торговые центры должны быть переполнены только по этой причине поэтому пройдусь по обычным магазинам манга зара ничего такого специфического общем-то и очень надеюсь что сегодня мой день обычно так не или очень везет или не везет совсем то есть или я мету все подряд или возвращаюсь с пустыми руками как бы ни было я проведу прекрасно время потому что даже пойти погулять на улицу очень жарко вечером все можно вечером духе все что с этим связано у меня полным полно навалом вот поэтому я идут целенаправленно кстати мне нужны еще новые очки просто хочу свеженькие по дизайну мы посмотрим в общем чем заняться мне точно будет у секс как вам как вам как вам как вам пишите что брать если брать тут вообще-то райский рай вот хлоя мне всегда шли хлоя как оно вот хлоя всегда были мои какая у них цена классные а как вам такое это боттега тоже очень хорошо мне кажется ну просто а супер дирка все же я думаю остановиться на вот этих очках попрошу чтобы посчитали мне сколько будет стоить ну не знаю пишите пишите потому что а мне-то кажется что очень даже стильненько в общем провела я в магазине где-то минут 40 наверное и на целина купить я все-таки оправу до 500 евро примерно все это дело мне выйдет у меня таких денег с собой нету ну и хорошо надо переспать и я жду от вас отклика что понравилось вам вот но это надо потому что две предыдущие мои оправы не могу сказать что мне стопроцентно комфортно надеюсь на новое сейчас чуть-чуть еще жалом повожу здесь по магазинам если что-то прикуплю обязательно вам покажу а если нет то бегом за продуктами и будем готовить очень вкусненький летненький салат и км его я привезла кстати из лавгалий мариночка спасибо тебе большое за рецепт я баклажаны люблю но они для меня всегда очень жирные а в этом салате они просто манифик фантастик никакого лишнего жира и это очень вкусно и фью момент слетел а друзья пока я покупала все необходимые продукты мне пришло сообщение о том что у меня есть видео рецепт от человека у которой из рук который я пробовала салат и мне очень понравилось поэтому едем будем готовить параллельно я туда кое-что прикупила добавить от себя просто потому что люблю я думаю что получится интересная коллаборация такого монтажа у меня еще не а это лично с ней случай был такой служила на же танечка в столовой заводской работе на питание приставлено к борщам на танечку внимание никто не обращает привет сегодня мы с вами будем готовить очень незамысловатый салат теплый салат к шашлыку и любому виду мясо он очень незамысловатый готовится быстро и просто лучше конечно его готовить на решетке гриль но если вы не хотите заморачиваться я покажу как это сделать в домашних условиях так нам понадобится для достаточно большой чашки салата примерно на каких-то 6-8 порций понадобится вот такой баклажанчик один у меня есть огромный цукинил он правда огромный нам понадобится половинка а то просто мы его не съедим вот далее одна папричинка два вот таких среднего размера томатика и понадобится зелень зелень может быть любая лучше конечно брать восточную это кинза базилик но если у вас нет как у меня можно брать петрушку и вот здесь немножко это наверное есть базилик да правильно да вот очень вкусно пахнет в принципе любая зелень которая у вас есть под рукой все также нам понадобится общая приправа она обыкновенная что-то типа вашей вегеты вот такая мне кажется у каждой хозяйки есть я не знаю что там насыпано но я знаю что это общая приправа еще вот моя любимая приправа вот такая анныня очень хорошая у нас в Латвии продается не знаю как в других странах там нет соли там одни сушеные петрушка вот морковь в общем одни овощи классная очень приправа ее будем использовать и растительное масло ну и растительного масла понадобится буквально три капли для того чтобы овощи наши в духовке не пересохли покажу как мы это делаем что мы делаем и так я нарезаю томаты достаточно крупно сердцевину удаляю мне не нравится когда она такая жесткая естественно все овощи я заранее помыла вот я нарезаю достаточно крупно в этом есть цимис такого салатика вот в чашечку вот и туда же допустим паприку паприку я тоже очень легко всегда нарезаем мы вот такими кусками вот все и чтобы мне было проще орудовать я возьму вот пока красные наши овощи обильно достаточно посыпаю приправой не бойтесь она без соли ничего не испортите и немножечко общей приправы вот буквально так и перемешиваю противень я застелила пергаментом чтобы они не пригорали просто вот так вот посыпаю половина цукини это нам не пригодится не знаю какую часть вы больше любите мне все равно я люблю все вот буквально вот так крупно опять туда в чашку и туда же баклажан баклажанчик баклажанчик но это такой толстенький хорошенький вот так мы его тоже порубим все вот так вот порезали вот опустили в нашу чашку приправили не жалеем чуть-чуть общей приправы перемешали и я заранее включила духовку 200 градусов у меня духовка с постоянной конвекцией поэтому на вашей если у вас нет конвекции то вы можете 180 градусов ну или посмотрите в программу как можно овощи запекать но у меня 200 градусов с конвекцией вот так все это туда высыпали аккуратненько вот так распределили чтобы они были все на поверхности и смотрите я беру масло я не буду заливать ничего маслом я сделаю следующим образом у меня масло очень тоненькой струйкой льется здесь оно закрыто я делаю вот буквально вот так все все это если в совокупности это примерно чайные может 2 ложки и теперь мы ставим в разогретую духовку на 20-25 минут смотрите по состоянию я буду проходить проверять смотреть покажу как они должны выглядеть все зависит от вашей духовки покажу просто до какого состояния нужно их довести вот и все пока наши овощи готовятся я покажу вот моя зелень я ее предварительно тоже вымыла можно не сушить не обязательно и достаточно крупненько я ее нарезаю конечно если будет допустим кинза мне очень нравится ее такой запах приятный вот конечно будет другой вкус но в принципе и петрушечка тоже дает свой колорит все откладываем ждем в принципе уже готово сейчас покажу вам как это должно выглядеть они чуть-чуть такие видите чуть-чуть где-то подгорели вот ну не подгорели такие чуть-чуть вот в принципе они готовы ну по идее можно еще конечно минуту 5 их подержать подсушить но я не буду я буду делать вот так как есть теперь я их переложу вот в эту чашечку и покажу как я заправляю очень аккуратно все жутко горячее поэтому перекладываем аккуратно я все переложила у меня получилась вот такая чашка значит я сразу же туда высыпаю всю зелень вот видите достаточно много здесь беру опять чуть-чуть общей приправы вы заметили я не добавляю соль потому что соли ну как бы достаточно в этой приправе чуть-чуть перчик так чтобы было остренько и у меня есть вот такое прекрасное масло я не люблю много масла в салатах да и вам не советую поэтому я сделаю всего лишь 5 пшиков это равносильно одной чайной ложки и перемешиваем он горячее от него идет пар и с мясом это идеальный гарнир для мяса вот такой классный салатик приятного аппетита ну что ж друзья вы не представляете себе какая это вкуснота все овощи хрустящие такие ароматные видите я позволила себе туда добавить еще чесночка лучка знаю что это хорошо играет честно говоря я бы еще немножко сахара присыпала но это будет уже совсем другой рецепт так тоже очень вкусно и моцарелла поскольку я сегодня не планирую кушать никакого мяса мне хотелось просто овощей я положила туда моцареллу чтобы был какой-то белок и моцарелла она же растает в горячих овощах это будет манифик так тоже можно между прочим Мариша извини немножечко такое от себя и моцарелла тянется стала горяченькая и это божественно значит из приправ поскольку я сама не люблю вегету ничего связанное с этой приправой ну просто мне не по вкусу хотя многие очень любят и я как бы не против вот у меня сванская соль которой я посолила все в принципе это набор трав соль чеснок и очень вкусно очень 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 вкусно обязательно пробуйте друзья потому что это невероятно легкое блюдо действительно совсем немножко масла я второй раз даже маслом и не поливала думаю моцареллы хватит но в первый раз я поливала прямо на противне чуть больше масла чем у Мариши было поэтому все удалось все прекрасно а из зелени у меня из зелени поскольку базилики не нашла сегодня у меня я туда порезала лучок зеленый обязательно к исполнению конечно я считаю это кориандр или господи боже как его кинза вот кинза в общем да поэтому я порезала кинзу лучок и взяла тюмьянчик на балконе вообще на самом деле любую травку приветствуется но базилик сюда конечно было бы еще шикарней так как я пробовала как есть ничего страшного такой мой ужин конечно всю эту миску я не съем но фишка в чем вторую часть овощи которая осталась я завтра отвезу на работу своим девчонкам мы прекрасно все это дело разогреем у нас в микроволновке также посыпем зеленью также добавим туда или творог или кстати да творог крупнозернистый тоже хорошо и когда мы работаем поскольку белок нужен но не хочется ничего тяжелого будет классно или также моцарелку и это будет прекрасный наш ужин великолепнейший манифик фантастик таким был этот выпуск я вас люблю целую Маришке еще раз спасибо и пока совсем скоро увидимся очень вас люблю чао идите сюда мои хорошие пиши шабаков пиши шабаков Продолжение следует...